Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я приветствую всех представителей средств массовой информации и нашего уважаемого гостя, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России. Сегодня мы начинаем пресс-конференцию директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ивановича Ермакова. Пресс-конференция приурочена к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Этот день будет отмечаться завтра, 26 сентября, и учреждён он по инициативе Организации Объединённых Наций. И сегодня с нашим гостем мы будем говорить по широкому кругу тем, по актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Владимир Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Оксана. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Это большая честь для меня, что меня пригласили поведать вам некоторые сюжеты в области контроля над вооружениями. Ну, наверное, всем понятно, что проблематика контроля над вооружениями – одна из наиболее чувствительных в межгосударственных отношениях. Заниматься приходится этой проблематикой долго, упорно. И, наверное, не должно быть никаких иллюзий, что это у нас на очень долгие годы вперёд, если не сказать навсегда. Сколько существует межгосударственные отношения? Столь государство во многом, к сожалению, вынуждено опираться на свой военный потенциал, наращивать свои вооружения. И вряд ли кто-то из историков может какие-то периоды исторические провести, когда не было войн или каких-то конфликтов где-то на нашей бренной планете. Сейчас ситуация особо интересная, скажем так. Идёт трансформация в межгосударственных отношениях. Но когда происходят такие события в мировых делах, то, к сожалению, некоторые государства позволяют себе отходить от уже имеющихся договорённостей, почему-то полагая, что можно сделать что-то на какой-то более приемлемой, более выгодной для них основе. Ну, это удел каждого государственного лидера решать, что выгодно ему и его государству в данный исторический момент. Ну, а делу других просто, наверное, так же не менее последовательно защищать свои национальные интересы. На прошлой неделе в Нью-Йорке открылась очередная 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вчера, в понедельник, началась так называемая сегмент высокого уровня, министерская неделя. Это, наверное, один из самых содержательных периодов межгосударственных отношений, когда многие лидеры и практически все министры иностранных дел государств-членов ООН собираются в Нью-Йорке и обсуждают наиболее насущные проблемы. Ну, и среди них, естественно, проблематика контроля над вооружениями занимает очень видное место. Поэтому не случайно, наверное, что Россия сегодня выбрала этот день для нашей пресс-конференции. Ну, естественно, мы, наверное, не претендуем на то, чтобы затмить те события, которые происходят в Нью-Йорке. Ну, а так, кое-что подсветить здесь, в Москве, наверное, будет полезно. Пожалуйста, я готов к любому обсуждению любых вопросов, которые для вас представляют интерес. Владимир Иванович, Вы только что сказали, что некоторые государства позволяют себе отходить от уже имеющихся договоренностей. Вот в этой связи сразу возникает вопрос, могут ли Соединенные Штаты пойти на разрыв договора РСМД, об нарушении которого очень часто обвиняют Россией, и какова судьба ждет СНВ-3, ведь это столпы стратегической стабильности. Да, вы абсолютно правы, что это те немногие договоренности, которые действуют. Вообще, в области сокращения стратегических наступательных вооружений, ракетных арсеналов, вообще ядерного оружия, ведь ничего, кроме российско-американских договоренностей, вообще нет в мире. И ситуация на данный момент такова, что предположить возможность заключения каких-то новых договоренностей в ближайшие годы, ну, вероятность такая, конечно, не очень большая. Договор РСМД, это договор между Советским Союзом и Соединенными Штатами, он полностью выполнен был по железу, как мы это говорим. Были инспекции взаимные. Здесь все всех более-менее устраивалось. Здесь действовала совместная консультативная комиссия, где все вопросы, которые возникали у сторон, они как минимум обсуждались. Вопросов, конечно, было много и с той, и с другой стороны. Серьезные озабоченности были с российской стороны. Мы их никогда не выносили на публику. Зачем? Мы ведь не сторонники какой-то мегафонной дипломатии. Если что-то нужно решать, то мы это решаем с теми партнерами, которые отвечают за тот или иной вопрос. На каком-то этапе в российско-американских политических кругах возник вопрос, а нужен ли нам этот договор, коль скоро он ограничивает только Россию и Соединенные Штаты. Почему наш стратегический партнер, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и многие другие государства могут иметь свободу рук в обладании ракетами средней и меньшей дальности? А нам, Соединенным Штатам и России, я имею в виду нам, участникам этого договора, это запрещено. И вот такие разговоры, они шли довольно-таки активно в конце 90-х годов, на рубеже тысячелетия. Отношения у нас были такие, немножко какие-то расслабленные иногда. Были в те времена еще какие-то иллюзии того, что могут быть выстроены реальные дружеские, партнерские отношения между Соединенными Штатами и Россией, коль скоро идеологических, казалось бы, никаких уже барьеров не было. И Соединенные Штаты нам на очень высоком уровне, представители, задавали вопрос, а давайте выйдем из этого договора. Говорю, зачем вы что? Это же одна из основ вообще построения всей структуры межгосударственных отношений на будущее. И мы тогда выступили с инициативой, Россия выступила с инициативой, сделать обязательства по этому договору универсальными. Подтянуть все остальные государства к обязательству не обладать, не разрабатывать и не передавать ракеты средней и меньшей дальности. И Соединенные Штаты нас поддержали, нас Франция поддержала. То есть, казалось бы, позитив внешне, а внутренне все равно Соединенные Штаты вели речь о том, что все-таки, наверное, если нас не поддержат, то нужно как-то что-то решать. Это был рубеж тысячелетия. Ну а дальше вы знаете, как события развивались. Пошли сюжеты весьма острые. Наши отношения с Соединенные Штаты стали скатываться на очень нехорошие тенденции развития. И вот тут-то Соединенные Штаты вдруг призадумались над тем, чтобы сделать так, что можно было бы Россию обвинить в нарушении договора ОРСМД. При том, что сами они к тому моменту уже намечали размещение в Европе наземных пусковых установок противоракетной обороны МК-41. Но это те же самые пусковые установки, которые могут быть носителями крылатых ракет средней дальности, в том числе с ядерным оснащением «Томогавка». То есть это прямое нарушение договора ОРСМД. И сейчас ситуация какова? Такие пусковые установки наземные размещены в Румынии. В ближайшее время они будут размещены в Польше. Если не решить эту проблему, то договор может рухнуть. И понятно, что виновниками развала договора будут Соединенные Штаты. Это не вызывает сомнений ни у одного здравомыслящего эксперта. И вот здесь-то и началось. Здесь стали придумывать какие-то зацепки наши американские партнеры. Стали говорить, что вот мы тут у вас видели, что вы что-то там разрабатываете. Мы не знаем что, не знаем как, но вы признайтесь, и тогда все будет хорошо. О, молодцы. То есть разговоры... Вот иногда напоминает, честно говоря, встречу где-то на какой-то торговой улочке или на базаре. Это просто несерьезно. Ну, конечно, потом более конкретные выкладки стали нам давать, но мы, естественно, все это оценили, проверили, дали ответ. Мы ничего не нарушаем. Но в Соединенных Штатах нет никаких аргументов говорить, что Россия является нарушителем договора. Тем не менее, такая риторика продолжает нагнетаться. Более того, в Соединенных Штатах уже законодательно закреплено. Они уже решение на уровне Конгресса принимают, что так как Россия нарушает, то они выделяют средства. И если Россия там что-то не сделает, не посыпет голову пеплом, во всем не признается, не допустит куда-то американских инспекторов, Ну, честно говоря, вот, наверное, для простого обывателя выглядит так убедительно и серьезно. Но для тех людей, которые ведут переговоры в области контроля над вооружениями, которые встречаются с теми же американскими партнерами на ежедневной основе, ну, это вызывает, честно говоря, умиление просто. Как дальше говорить с такими людьми и о чем? Очень трудно, предположить, очень трудно решить. Когда те люди, которые вроде бы занимали глубоко эшелонированные позиции, давали тебе серьезные выкладки в межведомственном формате, мы сидели за столом переговоров, реальные проблемы обсуждали, и вдруг такое лукавство, ничем не подкрепленное, политизация зашкаливающая вообще за все пределы, вот мы вот сейчас именно в такой ситуации по этой проблеме с американцами, с нашими американскими партнерами находимся. Ну, у России, в общем-то, положение абсолютно открытое, транспарентное, понятное. Мы готовы к обсуждению любых вопросов, касающихся договора с нашими американскими партнерами в любом формате, в любое время. А Соединенные Штаты вообще заинтересованы в сохранении режима взаимного контроля? Вот это касается СНВ-3, ведь 21-й год не за горами. Ну да, вообще, в принципе, Соединенные Штаты, вообще, вот если так взять чуть-чуть историю, у них контроль над вооружениями, вся система была выстроена отнюдь не менее серьезно, чем в Советском Союзе. У них есть очень влиятельные силы в обществе, которые поддерживают контроль над вооружениями. И вот то, что мы сейчас видим и слышим, наблюдаем в администрации, ну да, вот так получилось, что Соединенные Штаты немножко так куда-то отошли в сторону. А на самом деле экспертный потенциал у наших американских партнеров велик. И их желание и стремление контролировать развитие вооружения, особенно стратегических компонентов во всем мире, оно неотъемлемо, оно было, есть и будет. И мы, конечно, исходим из того, что, ну так, чуть-чуть они поерзают, подергаются, но все-таки вернутся на те базовые позиции, которые всегда присутствовали в наших двусторонних межгосударственных отношениях. Это серьезный переговорный процесс, выработка взаимоприемлемых договоренностей и выход на конкретные юридически обязывающие соглашения. Вот единственным сейчас таким масштабным и реально очень важным соглашением это является договор ОСНВ. Вот я, кстати, прошу вас посмотреть, может быть, вы в своих публикациях все-таки прекратите его называть ДСНВ-3. Ну, вообще в российско-американских же отношениях нет никаких других соглашений. Ведь это уже совсем другая эпоха. Вот у нас есть договор ОСНВ, российско-американский. Он единственный и ничего другого нет. Все остальное это было очень давно, совсем в других условиях. И между совсем другими Соединенными Штатами и совсем другим нашим государством. Поэтому, чтобы так не смущать публику, можно просто говорить договор ОСНВ между Россией и США. То есть три уже не упоминать? Ну, три оно никогда и не было. Ну, это, ну, я понимаю, что иногда и президент говорит, и министр, но здесь нет ни ДСНВ-1, ни ДСНВ-2, ни тем более ДСНВ-3. Есть договор ОСНВ между Россией и США. Ну, это чисто вот так, это просто риторика, меня совершенно не смущает, поэтому не мне вам давать советы, как что-то делать, просто я вам вот это вот объясняю. Это наша позиция, вот чисто тех людей, которые этот договор вырабатывали, которые занимаются его имплементацией и которые ведут серьезный разговор с Соединенными Штатами. Договор, как вы помните, завершается в 2021 году. В нынешнем году мы с нашими американскими партнерами к 5 февраля должны были выйти на прописанные в договоре уровни. Мы это сделали, Россия, все это подтверждено, что это сделано. Американцы попытались представить дело так, что они тоже это сделали. Ну, мы давно задаем нашим партнерам американским вопросом. Ну, вы ведь это просто объявили. А в договоре ведь прописана процедура. Ведь вы должны свои носители ядерного оружия были переоборудовать так, чтобы мы, как ваш партнер, Россия, могли сертифицировать это в соответствии с договором. То есть мы могли быть уверены, что вы это сделали. А вы нам просто говорите, что вы это сделали. А процедуры не прошли. Проблема. Поэтому около тысячи компонентов сейчас находятся с американской стороны в подвешенном состоянии. И вот когда задают нам вопрос, а вот как, продление там, готова ли Россия? Вы говорите, мы готовы вести диалог о продлении договора еще на пять лет, как там прописано. Но мы не можем продлевать договор, который не выполняется. Вот мы сейчас ведем с нашими американскими партнерами серьезную работу, чтобы снять эту проблему внутри договора. Она реально внутри. Мы даем предложение, как это сделать. Вот там через пару недель соберемся в Женеве на ДКК. Это комиссия, которая работает в рамках договора. Будем все это обсуждать. То есть абсолютно реально выйти на договоренность о продлении. Если будет на то политическая воля с американской стороны. Готовность с российской стороны есть. Технический экспертный потенциал у нас. К этому мы абсолютно готовы. Договор исключительно важен, нужен, полезен не только для России и США, а для всего международного сообщества. Потому что ничего другого в области сокращения стратегических ядерных вооружений нет и в ближайшей перспективе не просматривается. То есть контакт с американскими коллегами по этой теме, по крайней мере, не утрачен. Вы знаете, проходила информация в СМИ по итогам встречи лидеров России и Соединенных Штатов в Хельсинки в середине июля, что Россия выступила с рядом инициатив по контролю над вооружениями. В частности, речь шла о меморандуме о ядерном разоружении и запрете применения оружия в космосе. Так ли это и ведутся ли какие-то на настоящий момент двусторонние переговоры? Ну, Россия вообще, в принципе, постоянно выступает с инициативами в области контроля над вооружениями. То есть у нас здесь позиция очень солидная. Мы ведем настойчивую и последовательную работу в этом направлении. Как в двустороннем формате с ведущими державами мира, так и в многостороннем формате в рамках ООН и профильных ООНовских структур. Естественно, к встрече наших лидеров мы готовили и предложения в этой области. Естественно, мы им передали, нашим американским партнерам. Но что-то как-то реакция у них пока с этим глуха. И проблема в целом состоит, конечно, в том, что не могут в администрации реализовать обещание президента нормализовать отношения с Россией. Чем хорош Трамп, он, в принципе, последовательный президент. Вот как он что объявлял во время своей президентской кампании, он практически все выполняет. И он открыто говорил о том, что он собирается нормализовать отношения с Россией. И он реально в контактах на высшем уровне именно этот разговор и ведет. Естественно, это приветствуется с нашей стороны. А вот как это спускается чуть пониже в администрацию, ну там просто людей-то нет с кем говорить. Вот Джон Болтон, наш давний товарищ, вот он в свое время был старшим заместителем госсекретаря, мы с ним активно работали. Он отвечал за весь блок контроля над вооружением и распространения, и вообще военно-политические все сюжеты. Это человек, который очень хорошо во всем этом разбирается. Ну вот он сейчас в Совете национальной безопасности США. А в Госдепартаменте, вот к сожалению, назначения произошли там некоторые полгода назад, год назад. Но все наши попытки вывести хотя бы на какое-то начало диалога, не то что на переговоры, они ничем пока не увенчались. Не готова американская сторона ввести пока диалог. Позиция не выработана. Но, однако, вопрос предотвращения гонки вооружений в космосе обсуждался совсем недавно в Москве на московской первой конференции ООН по космическому праву и космической политике. Вот как прошла конференция, до чего удалось договориться, ведь ваши американские коллеги также на этой конференции присутствовали. Но позиция Соединенных Штатов такая, что они готовы размещать оружие в космосе? Ну я не берусь говорить за наших американских коллег, готовы они или не готовы. Этот вопрос нужно им задавать. А конференция, которая была здесь в Москве, действительно прошла на самом высшем уровне. Это первая конференция по правовому обеспечению вопросов освоения космического пространства, обеспечения безопасности космической деятельности. И, конечно, она имела огромнейший успех. То есть это было заявлено, как и функционерами от секретариата ООН, это ведь была совместная международная конференция ООН и нашего космического агентства Роскосмоса при содействии со стороны Министерства иностранных дел, естественно, Российская Федерация. То есть здесь как бы на таких трех основных опорах была эта конференция организована, но все-таки превалирующая роль это, естественно, секретариат ООН, это комитет ООН по космосу и Роскосмос во главе с Рогозином. И обсуждалась практически вся палитра проблем в области безопасности космической деятельности и многие другие проблемы, мирного освоения космоса и так далее, в преломлении правового обеспечения. И то, что для нас, для моего департамента представляло наибольший интерес, это, конечно, проблематика предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве. Мы даем оценку и постоянно это подчеркиваем, что сейчас ситуация в мире такова, ничто не мешает государствам договориться о том, что в космосе не будет оружия. Просто договориться об этом хотя бы на политическом уровне и вести дело к выработке подписания юридически обязывающих договоренностей на этот счет. Оружия нет, выводить оттуда ничего не надо, давайте договоримся. Иначе мы можем столкнуться с ситуацией, с которой мы оказались в области ядерных вооружений на земле. Когда Соединенные Штаты разбомбили два города в Японии, Хиросима и Нагасаки, и открыли тем самым эру ядерной гонки вооружения, поставив всю нашу планету на грань катастрофы, и тогда Советский Союз предпринял колоссальные усилия, чтобы остановить эту катастрофу, удалось. Но проблема ядерных вооружений, она же присутствует. В ближайшей перспективе решить ее вряд ли удастся. Вот чтобы такого не повторилось с космосом, чтобы у нас все-таки космос служил интересом, прежде всего, развития экономики всех государств, которые занимаются освоением космоса, гражданским целям, прежде всего. Вот хотелось бы договориться о том, что в космосе оружия не будет. И вот это обсуждалось очень широко на московской конференции. Изъян есть в международном праве. Нигде не запрещено выводить обычное вооружение в космос. Договор 1967 года о космосе четко прописал, что в космосе не будет оружия массового уничтожения. Ну, понятно, что не будет. Никто, в общем-то, в этом особо и не сомневается. Тогда и мысли не было в 1967 году, что возникнет другая проблема. Но она возникла. Сейчас многие государства, ну, с десяток точно, обладают потенциалом выведения в космос каких-то обычных вооружений. То есть такая потенциальная возможность, она, в принципе, существует чисто технологическая. Есть одно государство, Соединенные Штаты, в военной космической доктрине, в которой четко прописано, что Соединенные Штаты будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами. Ну, школьнику понятно, да, что имеется в виду. При необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств. С юридической точки зрения, с международной, они имеют на это право. Но мы им все-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все в мире. Боятся этого делать открыто прямые союзники Соединенных Штатов. Просто под жесточайшим давлением из Вашингтона. Сначала только Израиль занимала открыто такую позицию, а сейчас практически все страны НАТО говорят, что пока, наверное, не получится достичь каких-то договоренностей. Хотя у Евросоюза это тоже в приоритете достижение таких договоренностей. Но вот под давлением Соединенных Штатов, по сути, они стали работать против своих национальных интересов и против своих коллективных интересов Евросоюза. Здесь инициативы Российской Федерации, вы их хорошо знаете, это совместное с Китаем предложение заключить договор о предвращении размещения оружия в космосе и применении силы против космических объектов как из космоса, так и с Земли в космос. Этот проект договора лежит на столе переговоров, в конференции про разоружение в Женеве, обновленная версия с 2014 года, там практически все учтено. То есть вот садись и договаривайся. То есть можно собирать переговорную площадку, и интересы всех государств могут быть учтены, потому что мы не говорим, что мы текст положили, вот давайте все подписываем. Нет, давайте, если кто-то хочет чем-то улучшить, ради бога, давайте. Соединенные Штаты блокируют эту работу. Но мы тогда пошли как бы обходным путем, мы реанимировали нашу инициативу о неразмещении первыми оружиями в космосе. Это политическая инициатива. Она не юридически обязывающая, это просто высшая форма транспарентности и выражения воли государства. Мы заявили о том, что мы в космос с оружием первыми выходить не будем. Нас на высшем уровне поддержали все страны ОДКБ, и еще порядка 20 ведущих государств мира, такие как Бразилия, Аргентина и масса других, Китай. В общем-то многие государства, это уже полноформатные наши партнеры по этой инициативе, плюс наша резолюция о неразмещении первыми оружиями в космосе в Первом комитете, там поддержка вообще колоссальная. Там порядка 130 государств ежегодно голосуют за эту резолюцию. Соединенные Штаты очень нервничают, предпринимают фантастические усилия, там бегают по залу, там оказывают давление на другие государства, говорят, не голосуйте за российскую резолюцию. Представляете, это в Первом комитете. То есть основная задача Первого комитета – это разоружение, обеспечение безопасности, а Соединенные Штаты бегают по залу и говорят, не, нельзя за это голосовать. Смешно выглядит, просто-просто несолидно. Ну вот такие у нас партнеры, других у нас Соединенных Штатов нет и не будет. Надо и с такими партнерами тоже работать на постоянной основе. Спасибо большое, Владимир Иванович. Коллеги, хочу подключить вас к нашему разговору. Ждем вопросы от вас, коллеги журналисты. Представляетесь, поднимаете руки. Вы можете задать любые вопросы, которые вас интересуют, ну и, естественно, те, которые находятся в сфере компетенции нашего гостя. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Владимир Иванович. Юрий Козлов, ТАСС. Вопрос вот какой. Собственно, небольшое уточнение по системам ПРО, которые размещаются сейчас в Румынии и Польше. Скажите, есть ли у России возможность удостовериться каким-либо образом, что в пусковых стаканах и на складах на военных находятся исключительно ракеты, антиракеты, так сказать, класса «Земля-воздух», и там нет томогавков? Или нам просто предлагается тупо поверить на слово американцам, что эти пусковые установки не предназначены для запуска крылатых ракет? Ну, скорее всего, вторая часть более близка к правде. Естественно, у нас при всех средствах контроля и мониторинга на 100% быть уверенными, что там на складах не находятся томогавков в ядерном оснащении, мы не можем. Это абсолютно точно. Тема ПРО не обсуждается в российско-американских переговорах вообще. Правильно я понимаю? Да нет, Оксана, вообще с нашими американскими коллегами мы обсуждаем абсолютно все. Вот не должно быть такого понимания, что вот все рухнуло, там все погибло окончательно. Да нет, мы встречаемся, вот сейчас будет с 8-го числа будет работать первый комитет, ну, будет американская делегация, ну, вот так вот будут сидеть, естественно, я к ним подойду и буду с ним все обсуждать. То есть мы там и здороваемся, и обнимаемся, и чай пьем вместе. Там очень много экспертов старой гвардии, абсолютно адекватных людей, которые абсолютно все понимают, и которые, некоторые из них и не стесняются, заявляют о том, что им не нравится так, как развиваются события в российско-американских отношениях. Вот этот психоз, ничем не обоснованный, который, к сожалению, сейчас превалирует. Но проблематика ПРО, она не только обсуждается, это ведь одна из опор того же самого договора ОСНВ. Ведь возьмите преамбулу, там же четко прописано, что договор заключается при понимании неразрывной взаимосвязи между наступательными и оборонительными вооружениями, и с учетом того, что на момент заключения договора проблем в этой области нет. А сейчас появляются. А сейчас появляются, в общем-то. И при каком-то самом нехорошем развитии ситуации нам придется и об этом очень жестко говорить нашим американским партнерам, что мы не сможем больше говорить о состоятельности договора ОСНВ, так как рушится одна из его основ. Это сдержанность в области противоракетной обороны. Когда Соединенные Штаты в 2001 году, Джордж Буш, великий, он раз и отказался от основополагающего договора в области стратегической стабильности, договора ПРО 1972 года, просто вот так вот раз и отказался. Но у нас это вызвало большое удивление. Ведь это же были Соединенные Штаты, которые просили Советский Союз этот договор заключить. Непонятно. Спасибо, коллеги. Еще ваши вопросы? Ну, пока коллеги думают, спрашиваю я, вы неоднократно. Ну, поскольку вы сказали, упомянули слово психоз, которому, к счастью, неподверженные некоторые здравомыслящие коллеги на Западе, с которыми вам приходится общаться. Вот давайте, наверное, немножечко о психозе. Вы очень много и часто комментировали ситуацию вокруг дела Скрипаля, причем еще на, скажем так, заре этого дела. Дело развивается до сегодняшнего дня. И обвинения в готовящихся провокациях с химическим оружием уже просто зашкаливают. Министерство обороны Российской Федерации предупреждает с конца августа, что в провинции, сирийской провинции Идлиб, такая провокация возможна. Возможно, вот почему во всем вот этом, ну, явном маразме организации по запрещению химического оружия встает на сторону Соединенных Штатов и вот их западных партнеров, предоставляя необъективные выводы, то есть, по сути, содействуя тому, чтобы подобные провокации осуществлялись? Ну, вопрос очень такой интересный, живой, что называется, на злобу дня. Единственное, что я хочу сразу же подправить, это организация пока никуда не становится. То есть, сама организация запрещения химического оружия, это очень серьезная и одна из наиболее успешных структур в области разоружения за всю мировую историю. Она сугубо техническая. То есть, задача этой организации состоит в содействии членам конвенции в химическом разоружении. Вот чем должна заниматься организация? Вот она занималась содействием уничтожения российского химического арсенала. Мы им благодарны. Молодцы. Нам порядка 20 западных государств, нам помогали деньгами, технологией. Все у нас здесь проверили, посмотрели. Фантастика просто. В сентябре прошлого года мы завершили нашу программу ликвидации химического оружия. Подтверждено на уровне организации запрещения химического оружия. Фантастика просто. Это величайшее событие в области разоружения вообще за всю историю. 40 тысяч тонн боевых отравляющих веществ со времен Советского Союза было уничтожено в Российской Федерации. Вот чем занимается организация запрещения химического оружия. Ну, естественно, она должна заниматься и уничтожением химического оружия на территории Соединенных Штатов, которые почему-то до сих пор это не сделали. Возникает вопрос, почему у Соединенных Штатов порядка трех тысяч тонн опаснейших боевых отравляющих компонентов химического оружия находится до сих пор. А эта страна инициатор этой конвенции. Это Соединенные Штаты заставили всех прописать в начале 90-х годов в конвенцию, что все химические арсеналы во всем мире должны быть уничтожены к апрелю 2007 года. Соединенные Штаты были инициаторами все этого. Я лично им тогда говорил, ребят, это невозможно, нереализуемо. Невозможно за 10 лет все уничтожить. Нет, говорили Владимир, что ты, мы вам технологически поможем, деньгами поможем, все сделаем. Ну, давайте, ребят, сделаем. А сами-то вы как? Ну, мы-то, конечно, к седьмому году все будет в лучшем виде. У нас какой год на дворе? Восемнадцатый. Что в Соединенных Штатах? А ничего в Соединенных Штатах. Три тысячи тонн боевых отравляющих веществ. Не уничтожены. В восемнадцатом году они сами прописали седьмой год для всех. Когда Соединенные Штаты завершат? Ну, говорят, вроде бы к двадцать третьему году. А может и нет. Трудно сказать. Вот, это вот здесь вот, наверное, правильно к психозу. Вот на этой базе-то и психоз. Мы ведь эти вопросы нашим американским партнерам задаем. Ответов-то на эти вопросы у них нет. Вот и начинаются, в том числе и отсюда, начинаются скрипалии, начинается сирийская химия. Это уже выходит за грань вообще допустимого в межгосударственных отношениях, когда на высочайшем уровне представителя государства начинают лгать. И здесь мы занимаем, опять-таки, настойчивую и последовательную позицию. Мы просто работаем с нашим партнером. Россия выступала с инициативой по запуску переговоров, по выработке конвенции, по борьбе с атаками химического и биологического терроризма. Была ли поддержана эта инициатива? Какова ее судьба? Ну, судьба пока сложная. Конечно, наша инициатива, она исключительно важна, она актуальна. То есть, мы предложили решение всех тех проблем, с которыми сталкивается международное сообщество. То есть, это прежде всего запретить любую возможность передачи любых компонентов химического и биологического оружия не государственного субъекта. Ну, что здесь походят? Это классно совершенно. Просто и реакция была такая. Здорово нам говорят. Поддерживаем вас. Мы даже, прежде чем выдвигать эту инициативу, я вам открою секрет, мы нашим американским партнерам сказали, «Ребят, ну что-то, давайте мы вам поможем. Какой позитив у вас должен быть все-таки на этом направлении? Давайте это будет ваша инициатива!» Долго думали, полгода думали. Потом говорят, «Нет, мы не можем поддержать начинание, которое было предложено в Москве». Опа! То есть, всем нужно, полезно. Причем, мы здесь пытались решить две проблемы. Мы пытались реанимировать конференцию по разоружению, которая никак не может заработать полноформатно переговорный процесс уже долгие годы. То есть, мы хотели... Там же ведь конвенция по запрещению химиоружия была выработана. Там экспертиза есть. Давайте вот сядем, вот конференция по разоружению в Женеве. Вот у нас есть предложение. Мы основные элементы туда выработали, внесли. Нас Китай поддержал, Индия поддержала, очень многие европейские государства поддержали. Все здорово. Ну, ну, американские партнеры, ну вы же говорите, что вам эта конференция нужна. Вы же говорите, что есть проблема химического и биологического терроризма. Давайте! Думали-думали. Нет, не можем. Оп-па! Выперглись. Ну ничего, будем работать над этим. Ну, не так давно, в сентябре, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе придал в гласности документы о деятельности в Грузии лаборатории Лугаров, которые Соединенные Штаты якобы вели в секретные разработки в нарушении международных конвенций, как раз по химическому и биологическому оружию, о которых вы вот только что упоминали. Можете ли вы это как-то прокомментировать? Есть ли продолжение этой истории? И какие меры могут быть приняты против Соединенных Штатов на международном уровне, если данные Георгадзе подтвердятся? Ну, вообще, если честно, то мы об этом с нашими американскими партнерами говорим, наверное, ну, чуть ли не с десятилетия уже. Естественно, наши... Грузия – это наш сосед. Естественно, мы прекрасно знаем, что там происходит. Грузия же, она, в принципе, прозрачна при современных средствах. Вообще, там любой, если спичечный коробок, виден, что там творится в маленькой Грузии, любимой всем, между прочим, российскими людьми. То есть, контакты-то, они же все сохранились и на экспертном уровне, и чисто человеческие. Поэтому мы сразу забили тревогу. Мы сразу же стали задавать нашим американским коллегам, когда у нас еще были очень такие приемлемые, взаимоуважительные отношения. Мы не допустим того, чтобы ваши военные биологи непонятно что делали на российских границах. Биология – это очень чувствительная сфера. Это не томогавк, который он там на складе, то ли он есть, то ли нет. Все это проверить-то можно. А здесь чуть-чуть подкрутил, и возникло что-то очень похожее на природную пандемию. Люди стали умирать. И никто толком-то не скажет, что это подкрутил тот или иной военный биолог из той или иной американской лаборатории. Вот по сути, то, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом и использование нашего соседа, наших грузинских коллег, товарищей, партнеров как подопытных кроликов. Что там происходит? Мы не можем доподлинно определить. К чему это поведет? Я думаю, и сами американские эксперты сказать не могут. Потому что там абсолютно все закрыто. Доступа в наиболее чувствительные помещения лаборатории у грузинских специалистов нет вообще. Материалы туда доставляются из Соединенных Штатов диппочтой, неприкосновенно, закрытой. Контроля со стороны грузинской стороны относительно того, что доставляется и что вывозится, нет никакого. Является ли это нарушением обязательств США по конвенции о запрещении биологического оружия? Ну, нам пока трудно сказать. А мы же не знаем, что там происходит. Может быть, действительно военное ведомство США озабочено здоровьем грузинского населения? Может быть, они решили сделать из Грузии самую здоровую нацию в мире? Возможен такой вариант? Наверное, возможно. Если сильно пофантазировать. А если посмотреть на реальное положение дел, Пентагон никогда не был замечен в таком альтруизме, никогда за всю свою историю, что Пентагон кому-то где-то за рубежом делал очень хорошо, то не было. А вот что-нибудь сделать, так мягко скажем, непонятное, к сожалению, происходило постоянно. Да и вообще взять историю. Вспомним, что делали британцы в Индии, что делали наши американские партнеры во Вьетнаме. Для них абсолютно все равно. Уничтожено там 10-20 местного населения или 10-20 тысяч. Вообще даже никого это не волновало. Вот это нас очень сильно беспокоит. И мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы это не представляло угрозы для общего с нами биологического пространства безопасности на пространстве бывшего Советского Союза. Спасибо. У нас вопрос на третий ряд. Пожалуйста, микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Екатерина Почникова, газета «Известия». Владимир Иванович, возвращаясь к теме химического оружия, этим летом активно обсуждался вопрос реформирования организации по запрещению химического оружия. В частности, был принят проект реформы, выдвинутый в Великобритании, о расширении мандата организации. Собственно, Россия высказалась резко против такого реформирования. И в этой связи хотела узнать, на какой стадии сейчас именно реформирование организации и есть ли возможность того, что решение, принятое большинством, оно будет отменено и мандат ОЗХО не будет расширен. Спасибо. Ну, давайте построим все, как оно есть на самом деле. Ситуация такова, что есть организация по запрещению химороушек. Ее мандат прописан четко, есть техсекретариат. И проблем здесь, в общем-то, казалось бы, никаких нет. Все прописано, как, что, кто должен делать. Ну, вот пришли наши англосаксонские товарищи и сказали, а давайте-ка мы поставим под наш англосаксонский контроль техсекретариат, и он будет делать то, что мы ему скажем. И вот попытались протащить всеми даже самыми грязными средствами решение на этот счет. Вот вы сказали, большинство. Нет, большинство как раз не поддержало такое решение. Как раз большинство, оно против таких абсолютно неприемлемых для конвенции и для организации развития. Потому что здесь наши американские, британские коллеги, в принципе, ничего нового не изобретают. Они пытаются действовать так, как они действовали всегда. Вот есть организация, и она должна работать так, как они будут командовать из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа. Опана? Нет, что-то там странные, входящие в эту организацию, не согласны с нами. Давайте-ка мы какое-то решение примем, давайте продавим, давайте перепишем правила. Вот мы не будем допускать того, чтобы договоренности, о чем я сказал в самом начале, кем-то вот так волонтаристским способом переписывались. Если кого-то что-то не устраивает, давайте садиться за стол переговоров и давайте договариваться. И решать точно будут не 3-4 представителя Великобритании в той или иной структуре, а будут решать государства на существующих на этот счет площадках. В конвенции там все прописано. Если хотите вносить изменения, значит нужно собирать соответствующую переговорную площадку, выслушивать мнение всех государств-участников и приходить к тому или иному мнению. Все остальное нелегитимно. То, что предлагают англосаксы, это противоречит тому, для чего создавалась эта организация. Противоречит духу и букве конвенции. То решение, которое им удалось протащить в июне, оно пока ничего не предусматривает. Направление выбрано неправильно. Вот с этим мы будем бороться на совещании государств в ноябре и на ноябрьской обзорной конференции. А сейчас, в октябре, мы уже будем стараться, чтобы финансирование никоим образом под те нелегитимные решения не выделялось. Но здесь вот таким простым языком, если сказать, ну просто хотят одурить другие государства, принять нужные Лондону и Вашингтону решения, чтобы затем через эти инструменты надавливать на Сирию, любое другое государство, которые по тем или иным причинам они сочтут для себя неугодными. То есть получить дополнительные рычаги политического давления под предлогом якобы какого-то химического инцидента. То есть они как предполагают? Вот два там эксперта в Лондоне решат, что где-то там, образно говоря, на Ближнем Востоке кто-то применил якобы химическое оружие. И давай-ка туда пошлем инспекторов из тех секретариата. А потом по пути скажем, что их не приняли. И давайте-ка разбомбим это государство и скажем, что оно во всем виновата. Не получив никаких сведений реально, что называется, с земли, с места событий, что там реально что-то происходило. Вот так вот пока выглядит. Так все очень-то печально. Но не все потеряно. Спасибо, коллеги. Еще вопросы, да, пожалуйста, на второй ряд. Вам сейчас микрофон дадут, пожалуйста, запись ведется, чтобы вы потом сохранили здесь. Значит, Максим Кисляков, московский комсомолец. Владимир Иванович, хотел бы вернуться к теме ядерных вооружений. Вы сказали, что американцы постоянно, скажем так, нападают в нашу сторону, говорят, что мы нарушаем какие-то договоренности. При этом сами размещают в Румынии и планируют в Польше свои, значит, установки. А мы же в ответ занимаем позицию такую, что нет, у нас все хорошо, предоставляем документы и так далее. То есть они как бы агрессивно ведут позицию, а мы, скажем так, что ли, складываются впечатления, что с позиции слабого. Ну, как это понимать? Как-то может быть и нам какую-то позицию такую более активную занять? Спасибо. Ну, странно, что вы так восприняли информацию, которую я здесь пытался до вас довести. Вообще, в принципе, вот по моему опыту и по моему глубокому убеждению, а я этой проблематикой, слава богу, занимаюсь 30 лет, слабые позиции как раз сейчас у Соединенных Штатов. Очень слабые. Их слабость, по сути, состоит в том, что они чувствуют, что теряют свои позиции. При прежних и межевыработанных договоренностей их влияние в мире падает. Но это объективные процессы развития экономического, политического государства на нашей планете. Ну, всегда так было, что некоторые государства начинают развиваться более быстрыми темпами, у некоторых замедляются темпы развития. Ну, вот сейчас мы пришли к той ситуации, что Соединенные Штаты, ну, реально с каждым годом теряют вес экономический, политический, военно-технологический в мире. Не потому, что у них что-то так, проблемы большие. Да нет, у них все нормально. В экономическом плане, вообще, и мозги у них хорошо работают. Ну, просто другие государства стали более высокими темпами развиваться. И вот поэтому Соединенные Штаты пытаются переписать прежние договоренности. Вот в этом основная проблема. И Соединенные Штаты продолжают рассматривать Россию как угрозу своему глобальному доминированию. Вот в чем ссория. То есть мы, в общем-то, ничем не угрожаем. У нас нигде не прописано, ни в каких докторинах. Мы никогда не собирались нигде доминировать. У нас основная задача – это развитие наше внутреннее. Слава Богу, у нас в внутренней политическом плане все более-менее стабильно. Во всяком случае, более стабильно, чем в Соединенных Штатах, уж точно. Ну, здесь можно разные оценки давать. Мы точно не будем этим сейчас заниматься. Что касается ракетно-ядерных вооружений. Мы, занимая последовательную позицию, мы соблюдаем все договоренности, которые у нас имеются с Соединенными Штатами. Других договоренностей нет вообще. Соединенные Штаты пытаются переписать эти договоренности. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора ПОПРО. Соединенные Штаты также были, допустим, вот такой самый яркий пример, были инициаторами договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Помните, наверное, да? Такой договор в 96-м году. Билл Клинтон объявил это паритетом номер один его администрации. Вообще такая эйфагия была. Все вообще поддержали. Россия подписала. Россия в 2000-м году ратифицировала. Там процесс ратификации шел такими темпами вообще многообещающими. И что? Но в этом году Соединенные Штаты официально объявили о том, что они не будут больше вести процесс в сторону ратификации этого договора у себя. То есть, по сути, никто даже особо-то не обратил внимания. Соединенные Штаты в этом году похоронили этот договор. Потому что он не может вступить в силу без ратификации этого договора в Вашингтоне. А они были инициаторами. Более того, Соединенные Штаты объявили о том, что они сейчас будут готовить свои ядерные полигоны для возможного ускоренного возобновления ядерных испытаний. Это величайшая проблема для всей системы контроля над вооружениями. То есть, в такой ситуации о каком-то разоружении, ну, даже как-то и неприлично говорить-то, о каком можно разоружении говорить, если такая мощная держава, как Соединенные Штаты, отказывается даже вести работу по ратификации своего прежнего паритета в всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ведь понятно, что наиболее эффективный способ развития ядерных технологий это полноформатные ядерные испытания. То есть, это было всегда. С 40-х годов Советский Союз и Соединенные Штаты очень преуспеливали. Вот в этом проблема и в этом слабость позиции Соединенных Штатов. они отказываются от тех договоренностей, которые они сами добивались и вырабатывали. И ничего другого, по сути, они не предлагают, кроме вот такого громогласного на публику заявления, что они собираются доминировать во всем мире. Ну, заявили. Ну и что? А дальше-то что? А дальше-то идет процесс вполне нормальный. Идет развитие партнерских, стратегических отношений между Россией и Китаем. Развивается формат БРИКС экономический, политический, военно-технологический. И Соединенные Штаты просто вот в этом объективном развитии мировых процессов они немножко себя потеряли. Они не понимают, что можно делать, кроме вот так вот войти, как слон в посудную лавку и попытаться все это разрушить. Но с другой стороны, они прекрасно понимают, что если они вот начнут реально вот так вот, как слон в посудной лавке вести себя, ну, пострадают они в первую очередь, уж точно. И вот, скорее всего, процессы должны пойти таким образом, что Соединенные Штаты вот где-то лбом-то упрутся все-таки. Шишки набьют себе. И вот, наконец, какая-то мозговая деятельность у них более активная пойдет в том направлении, как она всегда у них очень активно развивалась и в 70-х, 80-х годах, когда мы с ними вырабатывали очень серьезные договоренности в области контроля над вооружениями, которые отвечают интересам как Соединенных Штатов, так Российской Федерации и всего мирового сообщества. Вот Россия спокойно остается на своих прежних позициях, и мы четко и последовательно проводим эту линию. И вот дергаться, что-то там такое, американцев в чем-то пытаться там где-то так вот поддеть, мы точно не будем. Мы опираемся на юридически обязывающие документы и на факты. Мы никогда не будем выходить в аудиторию и говорить, а вот highly likely. Да нет, зачем? У нас вот аргументы, документы конкретные записаны. У нас все записано. Где, когда, что, как, кто. И опираясь на это, мы будем и далее развивать наши отношения со всеми нашими партнерами, и в том числе с американцами. И они это чувствуют. Почему они сейчас не готовы на диалог с нами? У них позиции нет. Они не знают, что делать. Они знают нашу позицию, что она неизменна. Вот пойдут американские делегации, но я им в других, более глубоких и отточенных фразах, но я им примерно то же самое буду говорить. Сейчас разговор у нас идет такой немножко упрощенный для понимания. Я вас не загружаю там цифрами, не загружаю там терминологией. Это просто легче для понимания. А вот сядут две стороны, российско-американская, с реальными экспертами. Не с новорожденными политиканами, которые выходят на публику и что-то highly likely там из себя изображают. Это мусор будет сметен. Это не первый раз в истории международных отношений такое происходит. Поэтому спокойненько будем ждать и оставаться на своих хорошо отработанных позициях. Что еще? Коллеги, еще вопросы к нашему гостю? Пока коллеги думают, хочу еще один вопрос задать. Мы пока еще не коснулись ситуации вокруг совместного всеобъявляющего плана действий по ядерной программе Ирана, что чрезвычайно важно. В середине сентября глава иранского МИДа позвал страны Европейского Союза и других участников СВПД компенсировать действия санкций против его страны. В противном случае он не исключает, что Иран будет ограниченно соблюдать соглашение. А сегодня из Нью-Йорка пришла информация о том, что Европейский Союз собирается создать некий финансовый институт, задачей которого станет обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. Но санкции еще будут ужесточаться не за горами ноябрь, когда будут введены санкции против иранского энергетического сектора. Владимир Иванович, так все-таки соглашение удастся спасти? Ну да, хотелось бы быть пророком, но, к сожалению, гадать не будем точно. Значит, ситуация такова, что так называемая упрощенным языком ядерная сделка 2015 года, она действительно была одним из наиболее успешных в переговорном плане достижений за всю историю межгосударственных отношений в области нераспространения и контроля над вооружениями. То есть, по сути, опять-таки договорились практически о невозможном. Это был очень тонкий компромисс. И опять-таки, инициаторами были наши американские коллеги. Они буквально упрашивали нас оказать им содействие, достичь договоренностей с Ираном. Ну уж очень их волновал потенциал возможной Ирана в атомной области. Ну, всеми экспертами было доказано, но нет никакого военно-ядерного устремления Ирана. Да, на каком-то этапе, там, лет 20 назад, может быть, такие опции рассматривались. Но потом у Ирана было принято политическое решение, что это очень опасно для национальной безопасности Ирана развивать свою ядерную программу, в том числе и в военном направлении. Эксперты МАГАТЭ все это подтвердили. Вышли мы на договоренность. Выработан был совместный план. То есть Иран взял на себя дополнительные обязательства. Иран стал самым проверяемым в мире государством в ядерной области. Никаких претензий с этой стороны Международного агентства по атомной энергии к Ирану не существует. Вот приходит новая администрация в Соединенных Штатах. Вот определенное влияние со стороны Израиля. И вдруг они вдвоем решают, что нет, мало. Хочется большего. Хочется Иран вообще полностью передформатировать по своим лекалам. Ради бога, это их стремление, почему бы нет. Если они так хотят, ну, наверное, каждый вправе у себя на национальном уровне принимать какие-то решения. Иран-то здесь при чем? Иран тоже у себя принимает на своем политическом и национальном уровне какие-то для себя решения. Но Соединенные Штаты пошли дальше. Они вышли из международной договоренности, юридически обязывающей, которой была подкреплена резолюцией Совета Безопасности ООН. То есть, по американской же терминологии, Соединенные Штаты стали страной-изгоем. Вот если представить себе, что кто-то другой в мире так поступил, ну, это сразу же там какие-то планы ракетного удара по этому государству или еще что-то. А Соединенные Штаты вот просто так. Вот так вот, раз, нет, нас не устраивает эта сделка, нужно Иран требовать большего от Ирана. Вот, ну, вышли они из этой сделки, но катастрофы не совершилось. Ведь это же сделка не с Соединенными Штатами. Это сделка между Евросоюзом, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Ираном. Вот мы сейчас предпринимаем все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность без участия Соединенных Штатов. Возможно это? Конечно, возможно. Легко это сделать? Нет, очень трудно. Потому что Соединенные Штаты, они не только для себя решили, что не будут участвовать в этой сделке, но они ведь пошли дальше. Они пошли на экстерриториальное применение своего национального законодательства. То есть они решили для себя, что будут вводить санкции против тех государств, тех экономических структур, компаний, которые будут подрывать решения Соединенных Штатов. О, молодцы! То есть это вообще абсолютно беспрецедентное что-то. Но и, конечно, здесь очень призадумались наши коллеги в Евросоюзе. Это очень большие деньги у них. Здесь не только там их большая любовь или не любовь к Ирану, иранскому правительству, вообще иранской политической системе. Деньги очень большие уже вложены туда. Иран – это не Ливия. Иран – это ведущая региональная держава с очень большими ресурсами. Ну и, в конце концов, с многотысячелетней историей, культурным базисом. То есть Иран, вот если поговорить с иранцами, они очень серьезные люди. Они очень философски на это все смотрят. И у них позиция эта хорошо отработанная. И очень тяжело бывает с ними не согласиться. В том числе и с их оценками того, что происходит в их отношении в настоящий момент. Вчера очень интересные события были в Нью-Йорке. Состоялась встреча на уровне министров иностранных дел, стран, участников совместного плана действий. И были подведены некоторые итоги этой работы, поиска решений по выполнению плана действий без Соединенных Штатов. И, в принципе, было подтверждено, что план действий является ключевым элементом глобального режима нераспространения. И значительным достижением многосторонней дипломатии. Вот сейчас пойдут мероприятия в ООН. Будет выступать президент Соединенных Штатов. Под его председательством, по сути, будет происходить заседание Совета Безопасности ООН. Затем он будет выступать на Генассамблее. И вот он будет говорить совсем другие вещи. И это войдет в прямое противоречие с тем, что только что было озвучено и, по сути, то, о чем договорились министры иностранных дел, ведущих государств мира, кроме Соединенных Штатов. Вот здесь очень-очень интересные события еще признают. Ведь хочется еще раз подчеркнуть. Ведь все государства признают официально, что Иран эффективно выполняет свои нераспространенческие обязательства. И это подтверждает Международное агентство по атомной энергии. И все участники плана действия подтверждают, что будут и далее работать над тем, чтобы Иран чувствовал себя комфортно в рамках этой сделки. Иран взял на себя обязательства, но все остальные участники тоже взяли на себя обязательства, что они будут способствовать развитию экономических отношений с Ираном. Чтобы Иран извлекал из этого абсолютно нормальные для себя выгоды, как абсолютно полноправный участник межгосударственных отношений. Вот об этом сейчас идет речь. Если нам вместе с Китаем, с Индией, со всеми другими государствами, естественно с Евросоюзом, удастся сохранить эту сделку, удастся сохранить положение, когда Ирану эта сделка будет экономически, политически, технологически выгодна, то это будет величайшее достижение вообще современности, потому что это будет сделано без Соединенных Штатов. Более того, вопреки действиям Соединенных Штатов, большая работа у нас ведется и с Тегераном, потому что там, естественно, далеко не все рады такому развитию ситуации. Там есть политические силы, которые предлагают вообще все разорвать и пойти по пути свободного развития своей атомной отрасли, не исключая возможность и военно-ядерных технологий. Это будет очень большая проблема. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что это, по сути, то, чего добиваются американцы. Чтобы не они были страной-изгоем, которая нарушила свои международные обязательства и пошла против международного права, а чтобы это сделал Иран. И тогда уже все забудут, что источником-то были Соединенные Штаты, это потом Иран отказался от этой программы. А он отказался, потому что американцы нарушили свои обязательства. Но все об этом забудут. Это сработает средство массовой информации, что это будет введено куда-то в подвал. Вот этого нельзя допустить. Вот над этим мы сейчас работаем. И на это была направлена вчерашняя министерская встреча в Нью-Йорке. — Позиция Соединенных Штатов по Ирану, по сути, отодвигает куда-то в никуда идею денукляризации корейского полуострова. Как можно верить Соединенным Штатам, если они поступают со страной, с которой они заключают соглашение? На стороннем порядке, в угоду собственным желаниям они просто выходят. — Владимир Иванович, наверное, будем завершать полтора часа. — Как скажете, если что-то у кого-то есть, ради Бога. — Давайте, у девушки есть вопрос. — Я не устаю от такого дела. — Ну, просто уже. Короткий вопрос и короткий ответ. Давайте, представьтесь. — Добрый день, газета РБК, Полина Химшашвили. Дайте, пожалуйста, оценку состояния договора по открытому небу. Будут ли инспекции до конца этого года? И как Вы оцениваете сертификацию США российского самолета? Это положительный шаг или нет? — Че-че-че там с самолетом? — Американцы сертифицировали российский самолет для полетов новый. — Да, я еще не знаю об этом. — Ночью сегодня, да. — Вот видите, как. А я спал ночью. — А журналисты не спят. Владимир Иванович. — Ну, вообще, договор открытого неба — это очень серьезная и исключительно позитивная международная договоренность. То есть это договоренность того периода времени, когда мы считали, что все и далее будет развиваться через позитив. Вот, к сожалению, от того периода остался договор открытого неба и еще несколько, может быть, каких-то договоренностей, все остальное порушено. — Поэтому он нам дорог, важен, но он не менее дорог и важен Соединенным Штатам. И вот то, что вы говорите о сертификации, я сейчас вернусь в свой офис и все это проверю. — Вот. У нас, честно говоря, не было никаких сомнений, что наш самолет будет сертифицирован, потому что он соответствует абсолютно всем требованиям. И никто на экспертном уровне со стороны Соединенных Штатов никогда не ставил под сомнение, и то, что вдруг попытка была подрыва этой сертификации, ну, мы это отнесли, конечно, к политическим игощим, которые, к сожалению, превалируют в последнее время в подходах наших западных коллег. Что касается полетов, да, мы надеемся, что они будут продолжены. Мы ведь пошли на большие компромиссы. По сути, мы пошли на то, чтобы закрыть глаза на грубейшие нарушения договора со стороны Грузии. Когда Грузия, будучи членом договора, отказывается принимать полеты Российской Федерации инспекционной. То есть Грузия или член договора, или не член. Если ты член договора, ты должен, наверное, обязан выполнять свои обязательства. Ну, мы, в общем-то, с каких-то тактических соображений решили немножко так глаза на это закрыть. Но это отнюдь не означает, что мы не будем далее работать над решением этой проблемы. Вот мяч сейчас точно на стороне наших грузинских коллег и тех государств, включая Соединенные Штаты, которые позволили им так себя вести. Потому что Грузия в одностороннем порядке, естественно, никогда бы не осмелилась так себя вести. Только ощущая за собой молчаливую, если не поддержку, то согласие, вот они так, к сожалению, повели себя и подрывают и этот важный многосторонний договор. И последний у вас был вопрос, да, дополнение какое-то? По министерской встрече в Нью-Йорке по Ирану, там госпожа Магериня заявила по итогам, что было принято решение, или стороны заявили о намерении создать некий механизм расчётов с Тегераном в условиях возобновления санкций со стороны США. И что якобы в Евросоюзе такое решение уже принято, и другие страны могут к этому механизму присоединяться. Вот что можно сказать по этому поводу, и как Россия будет присоединяться к этому механизму, или будет ли участвовать в его выработке и так далее? Ну, конечно, это позитивно. То есть всё, что сказала госпожа Магериня, она носит исключительно позитивный характер. Вопрос в том, будет ли это работать. Потому что Соединённые Штаты, естественно, будут продолжать оказывать колоссальное давление на Евросоюз. И при большом желании они могут с лёгкостью растоптать ногами любой их механизм. Вот это проблема. Вот здесь будем смотреть, как далеко захотят пойти американские коллеги. Как далеко позволят им пойти наши европейские партнёры. Это уже большая политика. Это большая экономика. Большие экономические, финансовые интересы. Но в любом случае это играет не на пользу Соединённым Штатам, потому что уходят государства от использования доллара и уходят государства от использования всей выстроенной Соединёнными Штатами финансовой системы. И опять мы возвращаемся к тому, что мы уже говорили. Идёт тенденция к утрате Соединёнными Штатами тех позиций, которые они завоевали к концу прошлого столетия. Вот и всё. Спасибо. К сожалению, вынуждены завершать. Владимир Иванович, спасибо, что нашли возможность с нами пообщаться. Очень приятно было с вами пообщаться. Ну, ждём вас в следующий раз. Ну, не знаю, не знаю. Будем надеяться. Всего доброго. До свидания.